В эфире программа в центре внимания. Наверное, самый известный профессиональный праздник в нашей стране – День Учителя. Какие они современные архангельские учителя, в каких педагогах нуждаются школы и другие вопросы мы сегодня обсуждаем с гостем нашей программы, заместителем мэра по социальным вопросам Ирины Орловой. Ирина Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Ирина Васильевна, приближается, наверное, самый любимый праздник – профессиональный День Учителя. И сегодня мы поговорим о школах города, о педагогах Архангельска, ну и, конечно, немного об образовании. А вначале хотелось бы затронуть чуть-чуть статистики. Сколько в Архангельске школ, лицеев, гимназий? В Архангельске учителя, педагоги, воспитатели, педагоги дополнительного образования, то есть те люди, которые отмечают День Учителя, первое воскресенье октября или пятого октября, как у нас прописано указом президента Российской Федерации, празднуют работники 136 образовательных учреждений. В состав этих 136 образовательных учреждений входит 45 общеобразовательных школ, одна вечерняя школа, пять гимназий, один лицей. Кроме этого, недавно мы совсем отмечали день дошкольного работника, но, как правило, педагогов детских садов, их тоже поздравляют в День Учителя, это тоже их профессиональный праздник, и в городе Архангельске в 58 детских садах работают педагоги дошкольного образования. Кроме этого, в Архангельске очень сильно развита система дополнительного образования, и День Учителя — это праздник педагогов дополнительного образования. Пять учреждений дополнительного образования в системе образования города Архангельска, 10 спортивных школ и 10 школ искусств. Вот такие у нас цифры, такая статистика. А как Вы считаете, вот сейчас школу принимают по прописке, это правильно? Конечно, правильно, потому что образовательное учреждение, оно должно быть максимально приближено к месту жительства ребенка. Это удобно для самого ребенка, это удобно для родителей. И я думаю, это правильно вдвойне для города Архангельска, потому что в каждой общеобразовательной школе ребенок и родитель получают качественную образовательную услугу. И не надо из любого района города ехать обязательно в центр или в какую-то, наоборот, отдаленную школу, отдаленную территорию, где расположен тот или иной лицей или гимназия, для того, чтобы получить образование ребенку. Достойное образование ребенок может получить в школе своего микрорайона. Ну а сейчас о кадрах. А в каких кадрах нуждаются школы? Ну, если говорить в общем, конечно же, школы нуждаются в очень мобильных педагогах, тех, которые шагают в ногу со временем, в тех, кто занимает активную жизненную позицию, в тех педагогах, кто у нас имеет четкую гражданскую позицию. Ну и, конечно же, в тех педагогах, которые не боятся экспериментировать, внедрять новое в свою работу и, конечно же, с любовью, прежде всего, с любовью относиться к детям. Скажите, а если существует такая проблема нехватки кадров школ городских окраин? Проблема кадровая есть, как и в школах, так и в детских садах города Архангельска. Но поэтапно эта проблема, если сравнивать буквально с позицией трехлетней давности, то сейчас уже количество вакансий намного уменьшается. Да, они есть. Но эти вакансии, они обусловлены тем, что многие педагоги работают не на одну ставку, а на полторы или чуть более ставки. И мы это показываем в вакансии. Если придет какой-то новый педагог, то, конечно же, он будет принят на работу. Обусловлено это и со сменой места жительства, какие-то изменения жизненные. То есть вакансии, они периодически появляются, как в любой организации, в любом учреждении. Да, они есть, и мы над этим, конечно же, работаем. А в школу приходит работать молодежь? Молодежь приходит, и это нас тоже очень радует. Вот если мы обратимся к цифрам, со статистики мы и начинали, в 2010 году процент молодых педагогов, а мы молодыми педагогами считаем молодых преподавателей, пришедших работать в возрасте до 25 лет и имеющих стаж до 3 лет, так вот молодых педагогов в 2010 году было 7,9% от общего числа педагогических работников. В 2013 году их было уже 10,3%. В 2014-2015 учебный год мы начали уже 10,9%, то есть почти что 11% от общего числа педагогических работников – это молодежь, пришедшая в школы города Архангельска. А какие-то существуют программы в городе для привлечения молодых учителей? Ну вот, как я говорила, что 3-4 года назад, когда мы поняли, что надо молодежь привлекать в школы, было принято решение мэром города Архангельска, вот как раз с целью поддержки молодых педагогов, производить выплаты для молодых педагогов. Это единовременная ежегодная выплата на протяжении трех лет. На сегодняшний день такую выплату получает 187 молодых педагогов. В 2011 году этих педагогов было всего лишь 57, то есть это тоже существенный показатель. И принято решение эти выплаты в бюджете 2015 года предусмотреть их увеличение на 20%. То есть чуть-чуть мы их даже поднимем. Но кроме этого, для того, чтобы закрепить молодого педагога, ведь не только материальное стимулирование, конечно, это очень важно, но еще и надо помочь педагогу пройти профессиональное становление. То есть для этого надо, конечно же, прежде всего, помощь педагогов-стажистов. И в системе образования города Архангельска очень сильно развита система наставничества. Школа молодого педагога. Эти школы у нас работают в 18 образовательных учреждениях. И здесь особые слова благодарности хочется сказать школе номер 17, которая является у нас опорным учреждением системы образования города Архангельска. Именно по направлению методическое сопровождение молодых педагогов со стажем работы до 3 лет. Поэтому вот такими общими усилиями мы помогаем нашим молодым педагогам пройти процесс профессионального становления. Кроме этого, в департаменте образования появилась несколько лет назад такая инновация, как декада молодого педагога. Она проходит у нас традиционно уже в апреле ежегодно. И в декаде молодого педагога принимает участие не только педагоги со стажем до 3 лет, но и те, кто чуть-чуть больше имеют стаж. И в прошлом году, в апреле 2014 года, в прошлом учебном году, в этой декаде принимало участие более полутысячи молодых педагогов. Так что вот такие интересные у нас есть моменты по молодежи. Ну вот еще одна актуальная тема – это повышение зарплаты педагогам. Как с этим вопросом обстоят дела в Архангельске? Повышение заработной платы молодым педагогическим работникам всем – это и системы общего образования, и системы дополнительного образования – у нас проводится в рамках реализации майских указов президента. И в этом направлении мы ведем очень четкий мониторинг. Постоянно, ежемесячно мы сверяем, как мы выдерживаем позиции. На сегодняшний день по системе общего образования мы уже выполнили значение показателей результатов средней заработной платы по городу на 2014 год. То есть у нас был показатель средней заработной платы 30 114 рублей. На сегодняшний день у нас уже средний показатель заработной платы педагогов составляет 30 239 рублей. То есть мы уже чуть-чуть подвинулись вперед. Средняя заработная плата дошкольных работников, педагогических прежде всего, это воспитателей, она тоже должна быть приведена в соответствии с указами президента и должна составлять порядка более 23 000 рублей. И средняя заработная плата педагогов дополнительного образования, в том числе и тренеров-преподавателей спортивных школ, она у нас тоже варьируется в зависимости от типа учреждения, или это спортивная, или это школа искусств, или учреждения доп. образования в целом, от 26 000 до 28 000 рублей. Вот такая должна быть средняя заработная плата. Но хочу обратить внимание, это средняя заработная плата по городу. То есть в каждом образовательном учреждении эта заработная плата может быть разная, может быть и больше, и меньше средней, которую я сейчас обозначила. Почему? Потому что эта заработная плата сейчас с переходом на новые системы оплаты труда зависит от личного вклада каждого педагогического работника, зависит от педагогического стажа, зависит от категории, какую имеет педагог, зависит от тех результатов, какие показывают его воспитанники. Поэтому из всех этих составляющих образовательное учреждение комиссионно определяет стимулирующие выплаты, оклады определяются педагогическим работникам, и таким образом определяется заработная плата. Потом мы суммируем все заработные платы по всем образовательным учреждениям, делим пропорционально на количество работающих, и получается средняя заработная плата. Поэтому сравнить, какой педагог получил сколько, здесь, конечно же, очень сложно. Качество труда учителя во многом зависит и от материальной базы школ. А что делать в этом направлении? Конечно, для того, чтобы наши дети получили достойное образование, на сегодняшний день уже учитель не может работать, только как буквально несколько десятилетий назад. Это школьная доска, школьная тетрадь, учебник, мел и губка, которая убирает этот мел с доски. На сегодняшний день мы намного вперед шагнули в рамках модернизации системы образования. Школы города Архангельска оснащены современными компьютерными классами, интерактивными досками. Ну и, конечно же, материально-техническая база, то есть состояние самого образовательного учреждения, его систем жизнеобеспечения, это тоже очень важно для муниципалитета. Поэтому ежегодно мы вкладываем большие средства в капитальные ремонты школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Мы вкладываем средства в оснащение не только современным учебным оборудованием, но и современными партами, стульями, то есть чтобы ребенку вместе с учителем было комфортно находиться в учебном кабинете, чтобы ребенок, так же как и учитель, приходил в школу с радостью. И вот только лишь в рамках летней кампании 2014 года, при подготовке к новому учебному году, в школы города Архангельска было закуплено 48 единиц учебно-лабораторного оборудования, 95 единиц учебно-производственного оборудования, 58 единиц спортивного оборудования и 112 единиц оборудования для школьных столовых, потому что для нас еще важно и здоровье детей и педагогических работников, что в перемену можно было комфортно прийти пообедать в школьной столовой. И таким образом у нас текущий ремонт в учебных кабинетах был проведен в 51 образовательном учреждении. Нет, я говорю только о школах. Также мы ремонтировали детские сады, точно так же мы ремонтировали спортивные школы и школы искусств. А федеральная программа модернизации образования является действенным подспорьем для развития городских школ? Конечно. Федеральная программа развития образования, модернизация именно образования, она позволила как раз нам усовершенствовать учебно-лабораторное оборудование. В рамках реализации этой программы, а реализацией программы мы занимаемся уже на протяжении трех лет, мы смогли полностью оснастить школы, я говорила, современным интерактивным оборудованием. Кроме этого, впервые за много лет в рамках модернизации мы смогли обновить базу, конечно, не во всех школах, но в большинстве школ по учебному предмету технология, технический труд, это тоже очень важно, потому что уметь возможность обладать навыками для того, чтобы и самому себя как-то в быту обслуживать и получить вот такие навыки, это тоже, мы считаем, очень важно для современных детей. Кроме этого, в рамках модернизации системы общего образования мы закупили 54 мобильных компьютерных класса, мы оснастили кабинеты начальной школы и провели в них ремонт, то есть это хорошее подспорье. Надо отметить, что на сегодняшний день мы успешно реализуем в городе и программу модернизации дошкольного образования, и при поддержке федерального бюджета мы сегодня оснащаем вновь открываемые дошкольные группы в детских садах, это с целью того, чтобы снизить очередь в дошкольные образовательные учреждения, город на себя берет ремонт этих групп, а вот уже оснащение – это средства федерального бюджета. И строительство детского сада 157, его капитальный ремонт-реконструкция – это тоже в рамках модернизации программы дошкольного образования. Ну и надеемся, что программа модернизации общего образования будет продолжаться, и в рамках этой программы надеемся, что в следующие годы мы будем получать финансирование и на строительство школ, что тоже очень актуально и важно для Архангельска. Ну вот недавно, насколько мне известно, Виктор Николаевич Павленко встречался с директорами школ и обсуждали вопросы качества образования. Удовлетворены ли ими ученики, родители? И вообще, какие существуют критерии педагогов качества? Ну, конечно же, критерии определить удовлетворенность системы образования – это очень такие субъективные, я бы сказала, показатели. Но, наверное, более объективно мы можем оценить качество образования по результатам единого государственного экзамена. Так вот, хотела бы сказать, что в мае-июне месяца 2014 года наши выпускники достойно сдали единый государственный экзамен. Я говорю сегодня о выпускниках 11 классов. И показатель среднего балла по предметам в городе Архангельске выше, чем в регионе или по федерации по отдельным общеобразовательным предметам. Мы чуть-чуть отстаем по географии. Вот у нас уже на протяжении нескольких лет как-то немножко западает география. Не скажу, что сильно, но вот есть проблемы. Не совсем успешно у нас справились с государственной итоговой аттестацией девятиклассники. Но это объективные причины, потому что впервые вот так масштабно девятиклассники сдавали экзамены в виде тоже тестирования. И, наверное, не все были к этому готовы. Поэтому над этим мы, конечно же, будем работать. Но вот показатель единого государственного экзамена, еще раз повторю, это хороший показатель как раз удовлетворенности системы образования. Но, кроме этого, мы уже на протяжении двух лет проводим мониторинг муниципальных образовательных организаций по выявлению как раз уровня удовлетворенности нашей общественности предоставляемыми услугами системы образования. Причем в этом мониторинге участвуют как сами обучающиеся, так и их родители. И вот очень интересные цифры за 2013 год. 88,7% это средний показатель удовлетворенности системы образования. Хороший показатель, потому что для сравнения скажу, что по стране показатель удовлетворенности составляет 68,7%. У нас 88,7%. Но качество предоставляемых услуг удовлетворены как учащиеся, это 77%, а вот родители 88,4%. То есть родители больше удовлетворены тем качеством образовательных услуг, которые получают их дети. Поэтому, я думаю, нам есть над чем здесь поработать. Но вот в сравнении со страной у нас, в принципе, показатели хорошие. Но и несомненно, еще хотелось бы отметить и то, что качество образования определяется, и предоставление именно образовательной услуги, а не именно самого образования, определяется еще и по определению лучших школ России. Так вот, в топ 500 лучших школ России вошли три наших образовательных учреждения. Это гимназии номер 3, гимназия номер 6, гимназия номер 21. И вот сегодня хочется мне, конечно же, коллег-учителей поздравить с этим и сказать, что это достойная оценка работы и в целом системы образования города Архангельска, и конкретных образовательных учреждений. Ну вот немного в продолжении этой темы. А в Архангельске много школ с высоким показателем успеваемости учеников? Много. Достаточно много. И вот результаты ЕГЭ, о которых я сейчас говорила, говорят тоже сами за себя. Причем, надо сказать, что по результатам единого государственного экзамена мониторинг вести и результативность, вывешенные они на сайте департамента образования мэрии города Архангельска, можно посмотреть. В лидирующих позициях зачастую у нас стоят общие образовательные школы, не имеющие статуса гимназия, лицей, а обычные общие образовательные школы, которые дают очень хорошее, качественное образование. И таких школ в городе очень много. Вот как известно, разрабатывается новая концепция дополнительного образования. Какие изменения ждут школы и педагогов дополнительного образования в следующем году? Я бы вас тут чуть-чуть поправила, потому что концепция уже разработана и утверждена 4 сентября текущего года правительством Российской Федерации. Так вот, в рамках этой концепции предполагается модернизация системы дополнительного образования, потому что без дополнительного образования сейчас получить качественное образование и путь в профессию, наверное, будет очень сложно. В рамках этой концепции определён переход на предпрофессиональное образование в учреждениях дополнительного образования, таких как школы спортивные и школы искусств. Так вот, школы искусств города Архангельска, педагоги этих школ, они уже реализуют с начавшегося учебного года предпрофессиональные программы. То есть они уже вошли в этот процесс. Спортивные школы на сегодняшний день в стадии подготовки программ по предпрофессиональному образованию и с сентября 2015 года, то есть 15-16 учебный год, мы уже в спортивных школах тоже начнём реализацию предпрофессиональных программ. В целом, в 2016 год, в рамках вот как раз концепции, утверждённой правительством Российской Федерации, учреждения дополнительного образования, такие как спортивные школы и школы искусств, должны перейти на предпрофессиональную подготовку все. Поэтому я думаю, что мы уже к этому будем готовы к 2016 году. Ну а вся система дополнительного образования, она будет развиваться, будет модернизироваться точно так же, как общее и дошкольное образование. И здесь, конечно, требования к педагогам дополнительного образования тоже возрастут. Это будут не просто кружки, где ребята занимаются любимым делом, творчеством, а именно подготовка и профориентирование ребёнка. Это очень важно. — Ирина Васильевна, я думаю, что стоит вернуться вновь к празднику, к предстоящему Дню Учителя. Вот вам приходится немало встречаться с учителями, с педагогами. А какой бы вы создали портрет архангельского учителя, такой средний? — Ну вот с чего мы начинали, о том же хочется и сказать, что архангельские учителя — это очень активные люди. Архангельские учителя — это очень неравнодушные люди. Потому что я не видела ни одного равнодушного учителя, приходя в школу или на какое-либо мероприятие, которое организуют работники школ, детских садов, учреждения дополнительного образования. Это люди, имеющие очень чёткую гражданскую позицию. Они смело заявляют о своём видении развития общества в целом. И, конечно же, это люди, которые не стоят на месте, которые постоянно пытаются развиваться сами, которые дают очень хороший задел нашим юным архангелогородцам. И я думаю, что именно благодаря нашим педагогам, учителям, воспитателям вот мы имеем такие хорошие результаты и по результатам единому государственному экзамену. Но и, наверное, каждый родитель скажет, что только лишь благодаря воспитателю, педагогу, учителю его ребёнок получил достойную профессию и, в принципе, получил хорошую путёвку в жизни. Поэтому наши учителя в городе Архангельске — это очень замечательные люди. А что бы Вы пожелали нашим замечательным учителям? Хочется пожелать всем педагогическим работникам, учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования, тренерам, преподавателям прежде всего крепкого-крепкого здоровья. Дальше хочется пожелать реализации всех самых интересных, самых таких творческих жизненных планов. Хочется пожелать благодарных учеников и понимающих родителей. Потому что только вот так в Союзе мы сможем реализовать все наши идеи, все наши задумки и сказать, что образование города Архангельска — самое лучшее. Удачи и успехов всем! Ирина Васильевна, я благодарю Вас за беседу и поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. У нас в студии была заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова. На телеканале ПС была программа «В центре внимания». В студии работ Лилина Гончарова я с Вами прощаюсь с пожеланиями всего самого доброго. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok